Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в 16-м уроке видеокурса Лендинг Пэтч для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать классный способ верстать Лендинг Пэтч, или другими словами создавать, удобным способом. Итак, мы открываем Adobe News и создаем новый сайт. И вот в этом окне нам нужно выставить заветные цифры. Смотрите, ширина столбцов по умолчанию у нас 960. То есть мы с вами уже начали создавать, мы начали с вами делать Лендинг Пэтч, мы с вами его сделали, простенький сайтик. И все эти значения, если вы помните, мы не трогали, мы оставляли их по умолчанию. Сейчас же я хочу показать более удобный способ создавания Лендинг Пэтч. То есть ширину страницы мы ставим 920, делаем ее меньше, это для того, чтобы наш сайт, в принципе, нормально смотрелся на планшетах и смартфонах, то есть телефонах с большими экранами. То есть если мы будем делать Лендинг Пэтч такой шириной, ну там еще есть небольшой нюанс, сейчас я позже об этом поговорю, то планшетную версию можно уже в Мьюзе не создавать. Ниже мы смотрим поля, мы выставляем здесь все на 0, все 4 поля. А теперь мы смотрим вот сюда в правую часть, столбцы выставляем 12. Ширина столбца мы выставляем 40. Средник также выставляем 40. Да, и перед этим не забываем вот здесь вот скрепочку расцепить, чтобы у нас не менялись значения, не подстраивались. Выставляем опять по нулям. 12. 40. В общем, если у вас значения какие-то поменялись, еще раз выставляем 40. И должно быть вот так. Ширина, значит, страницы. Смотрим, что была 920. Столбцы 12. Ширина столбцов 40. Средник 40. И поля все по нулям. Потом мы нажимаем ОК. Заходим в наш холст. И смотрите, что мы получаем. 12-колоночную, значит, наш холст. И что это дает? Смотрите, берем прямоугольник. Вы, наверное, знаете, да, что когда мы рисуем прямоугольник, он как бы прилипает, подсвечивается красная линия, прилипает к нашим направляющим. То есть мы нарисовали сетку, и по ней делать лендинг вам будет само удовольствие. То есть, во-первых, как бы мы ни двигали, у нас всегда идут четные пиксели. То есть, смотрите, как бы мы ни двигали прямоугольник. И теперь вам будет намного легче делать такие элементы, например, когда у вас в одну линию, например, по 3-4-5 блоков идут. То есть вот в чем заключается удобство вот такого создания лендинг-пэйдж. То есть вот с такой сеткой, именно с такими значениями. То есть вы попробуйте и убедитесь в этом, что делать сайт очень и очень будет удобно. Вам не придется на глаз вымерять, выравнять прямоугольники или элементы. Вам уже будет это очень делать легко. Но здесь еще есть такой нюанс. Мы, значит, с линейки вытягиваем направляющую и ставим ее вот так вот на вторую линию. То есть не на первую вот здесь, а на вторую. И с той стороны то же самое мы делаем. То есть это мы делаем границы для себя. И вы за эти границы стараетесь не выходить. То есть когда вы наполняете контентом. То есть не элементы, не текст, чтобы вот сюда не заходили. Это нужно для того, чтобы у нас на планшетах красиво смотрелось. То есть именно вот эта вот компьютерная версия. То есть старайтесь не заходить. Ну в крайнем случае, если у вас там по дизайну не получается. И вам нужно зайти во многих местах. Например, у вас куда-то заходит. То просто тогда вы планшетную версию создадите отдельно. Ну и соответственно у нас середина получается на 460 пикселей. Также можете ее отметить. Вот так направляющую оставить. То есть понимаете, да, теперь как удобно будет верстать лендинг пейдж благодаря вот этим направляющим. То есть блоки мы двигаем, они прилипают к этим направляющим, подсвечиваются красными линиями, да. И у нас везде четные числа получаются, пиксели. В принципе на этом уроке все. Попробуйте создавать лендинг вот с такой 12-колоночной сеткой. Надеюсь урок был полезный. Увидимся в следующем уроке. Наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч, делайте их круто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok